Спасибо, топич. Так, Алистер Кроули, 988 рублей за Россию ветеранов. Блядь, ну доведёте до Цугундера, пиздец, ща вернусь. Хотя... Да хуй с ним, у меня чаёк есть. Насрать. У меня, у меня это, кружка чая тут стоит, бухуй. Щас найду. Так. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного, прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рождена, несотворена, единосущна Отцу, им же вся Быша, нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вычела ввечившаяся, распятого же зоны при понтистем Пилате, и страдавшей, и погребенной, воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, ну, мертвым, наверное, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго, Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемо и славимо, блядь, глаголом в шагу про пророки, блядь, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будучего века, аминь. Никуя не слышат, блядь. Так. Крошки. Благодать, блядь, не зашла охуенно. Охуенно. Хорошо стало, блядь, сразу. А-а-а, разъебем, блядь, ланнистеров. Просто аллилуйя! Аллилуйя, блядь, бог послав кусочек хуя. Ммм. А-а-а, определенно. Охуенно стало. Фу. Диняк, ну давай, я у тебя тоже не спрашивала. Сейчас у тебя не должен ответить. Диняк, сколько тебе лет? Ха-ха, 69. Э-э, ты не честный. Блядь, ну просто, наверное, не одобряю. А я не отвечаю, это инсайдерский вопрос, его нельзя задавать, я бы на него не отвечаю, ты знаешь. Давай другой. Диняк, 7 ему лет, и всё. Мне кажется, ребят, вот ему 35-36, вот так, вот что скажете? Ну вполне реально. Ну скорее мне кажется, 32, 32, 32. Ну я думаю, 40. Ну я думаю, да, мне кажется, где-то 33 ему. 33, блин. 32, 33, да. Я думаю, ему 44. Сидите, Россия. Диняк, ты слишком старый. Ну если ему 33, то это наводит меня на мысли. Всякие дела к обложению. Теперь я, да, спрашиваю? Да. Да. Ага, маргинал. Какая часть мужского тела тебя возбуждает? Мужского? Блядь. Офигенный вопрос. Не, на ухо, да. Это даже не вопрос, это даже есть утверждение. Да, маргинал, тупик просто. Не, ну сложно сказать на самом деле, но вот в целом худые парни, да, то есть, потому что у меня... То есть Хесус тебе нравится. Кто? Хесус всем нравится. Хесус тебе нравится. А, Хесус АВГН, ну, как бы, не молчим. Это уже второй вопрос, Диняк. Да, это второй вопрос. Многовато на самом деле вопросов. К одному вернем. Вот, с Хесусом можно это отдельно обсудить, наверное, каким-нибудь. Вот, а так, бля, какая часть тела именно, блядь, сложно сказать на самом деле, потому что в случае, в случае с парнями, там не как в случае с девушками, где конкретно жопа. А, да? Я не знал, брат. Ну, как бы, наверное, ты не знал, да? То есть, если бы выяснилось, что как бы, что ты знал, то это мы бы о тебе сейчас узнали, что-то новое. Правильно? Эм, чёрт его знает. Слушайте, мне эта игра уже даже больше нравится, чем то, во что мы хотим. Не знаю, сложно сказать. Нету конкретной части тела, если честно, отвечать. Ну, какая больше всего? Ну, нету конкретной части тела, которая больше всего нравится. Я могу списануть любую хуйнючку, но... Короче, ты хочешь сказать, что вот у девушки, да, можно сконцентрироваться на какой-то части тела, и она, типа, возбуждает. Ну, с моей точки зрения... Это как-то, типа, по-другому. Ну, да. По крайней мере, с моей точки зрения. Тело в целом не получается, да? Ну, да, наверное. Хотя лицо вообще важнее. В целом. Согласен. Ну, да. Короче, ладно, хорошо, Панишер, как ты относишься к женщинам, которые, ну, ладно, типа, бреют там, понятно, а руки, типа, тебе это важно, подмышки, ноги. Типа, как ты к этому, знаешь, как к позитиву относишься? Я отвечу. Так. Ну, однажды у меня был секс с афроамериканцем. Я хочу Панишера в свою команду. А если честно, а если серьезно, то мое мнение... А если серьезно, то это был костюм Бэтмена, да? Нет, а если серьезно на вопрос ответить, то я воспринимаю только на одной части тела человека, именно девушки конкретно, на голове, а все остальное, я считаю, неументно для меня лично. А как я отношусь к боку позитиву? Даже на руках? Понимаете, в чем... Я объясню, я объясню. Если у вас у девушки будет вот такое вот, я не одобряю. Ты понимаешь, в чем проблема? А если... Подожди, а ты боку бреешь? Поку ли я брею? Да. Он уже ответил. Это интересно. Это было страшно. Знаешь, там особо... Я бы не сказал, что надо как бы машинкой проходиться, но вроде нормально все, нет. Слушай, а женские усики тебе нравятся? Женские ушки? Да, чёточкой, блядь. На голове же? Мне больше нравятся женские ноги, это пиздец. Есть такие ноги, ты смотришь и говоришь, ёбаный свет в моем зеркалеце, это просто жесть. Руки, важно, чтобы... Ну, бля, могу сейчас, конечно, харассмент. Ну, имеет место быть, но не так, как ноги. Руки имеют место быть. Вот, нет, я веду к тому, что, как бы, ноги, вот именно женские, они играют огромную, на самом деле, роль. Огромную же роль. Да, без них ходить не получается. А вы замечали, что колени похожи на лица детей? Замечали? Блядь, ты серьезно? Что? Кто? Кто меня, блядь, будет? Посмотри, блядь, кто меня? Нет, нет, встань, встань, нет, встань, встань, чтобы была коленка, типа, сморщенная, и там будет видно. Да, это я. Чего, блядь? Слушай, мой ребенок. Что началось, что за хуйня происходит? Слушай, ну, ничего. И все-таки полусладкое, уже две бутылочки полусладкое. Это, блядь, мне напоминает историю артификса про какао, блядь. Марго, может, тебя к бандосу? А что она там будет делать? Хуенно, да. Влад, понимаешь, в чем дело? Ну вот, закинь меня на переговоры, да, к бандосу, а мне 988 рублей на стриме в этот момент. Боже мой. То есть, ну, понимаешь, уже не сработает эта хуйня, когда я просто выключаю микрофон, блядь, и принимаю православие. Хорошо, хорошо, хорошо. Молча. Что ты делаешь за 998 рублей? Я принимаю православие за 988 рублей. а ты не православный я уже много раз православный нас как это происходит я читаю некий цареградский символ веры и окропляюсь ну святой водой примерно то есть есть и обычно дистиллированную наливаю в пашотницу но вот эту формочку для пашота и обмазываешься тебе уже пора кодила заводить тогда ну а у меня мне нельзя на съемной хате у нас здесь та самая сигнализация с работы старки старки намерены выиграть они сейчас самый малочисленный дом маловлиятельные нужны какие-то боевые танцы до трансы для того чтобы одобряем одобряем конечно что удачи вам лорды так но запахло пиздой по моему и у них давайте скажем что надо помощь под 20 джоев из попросим отбить нам замок но нахуя в набивать это это не тактически неверно они ожидают что мы сейчас будем нападать на этот замок нападать на тех кто не ожидает ничего не понимаете давайте я понял хорошо давайте хайгардом что думает маргинал по этому поводу вот как бы вот так я ладно я не буду второй раз шутить про название ну типа вот от стилизованы под бельгийская блядь понимаете чем дело синовая у меня просто есть свой хайгардом сейчас покажу господа блядь пошел нахуй очень 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 интересный хайгардом у меня это что такое хайгардом господа да да ребята как бы он влад хотел показать свой хайгардом я как бы тоже могу показать на секунду вот она она беспокойный гражданин 100 рублей то ли пожалуйста только живи спасибо спасибо мне собственно на данный момент только и делаю что живу на самом деле да на 200 рублей так передатали пускай идет на картинке иди нахуй иди нахуй иди нахуй и как же хочется использовать по словам улог как идемте все все на зал а ну поделимся может посетимся на чай опять мы с вами одни блядь вот теперь сменился расклад сил друзья битва закончилась замки сменили своих владельцев осуждаем количество воинов посмотрите что же произошло расклад сил на начало шестого сезона похоже что дом мартелов был полностью уничтожен мне жаль мартелы а можно ама секунду а можно всем по одному солдату добавить а то там цифра плохая вы терите мартелы теоретически должна превратиться в ходячих можно будет это увидеть мы можем мы можем попробовать мы можем попробовать сделать смотрите я сейчас уже дисбаланса не будет потому а можете по одному солдату всем приплюсовать потому что там цифра нехорошая получилось она походу у всех на экране блять а все на твиче осуждаем осуждаем такую историю все лорды весросы и осуждают давайте посмотрим очки влияния мы с доброй надежды по моему было основу а я не понимаю что вы продаете значение на самом деле на самом деле а что у нас происходит почему у нас вот я тупой а что не так бандос братья черкану потом потом тебе ребят серьезно просто и любая вернее не занимается не знаю что вы там увидели внутренние обычная обычная цифра вообще пошли на эту игру ножкой вот в оригинал скажи почему ты согласился играть не знаю я запустил опрос на стенке идти или нет идти ли мне на мировое гомно и там выбрали ты кукич чувак не пизди блин я специально поставил верхний вариант поставил ты кукич нижний вариант поставил ты чмук специально чтобы как бы не было такого чтобы когда люди рандомно тыкают на верхний или нижний вариант на не выбрали вот но в итоге все равно победила то что то что чтобы я шел вот кардин проголосовал чтобы я не шел правду а сейчас танцуем сейчас танцуем а сейчас не платить не платить мне деньги